Всем привет! Скучать это не про нас. Сегодня расскажу, как делала украшение к Пасхе. Все началось с банального рисунка. Если бы не самоизоляция, я сделала бы это украшение 3 на 3 метра. Но в этот раз будет миниатюра. У меня еще с осени остался венок из прутиков ива. Вы можете взять любые другие, что растут поблизости. Прутия я скрепила пластиковыми хомутами. Но вполне подойдет и обычная проволока. В этот раз бумаге понадобится немного. Можно использовать любые остатки отростковых цветов. Но для начинающих расскажу с размерами. Начнем с цветов голубого цвета. Для создания цветов нам понадобится бумага белого или кремового цвета 10 на 9 сантиметров. Само собой голубая бумага и туалетная бумага. Но не переживайте, совсем немного. Определю стороны бумаги и начнем. От отрезка голубой бумаги или рулона, у кого как, отмеряем 3,5 сантиметра и отрезаем. Если режете от рулона, прорезайте до конца. У меня отрезок 19 сантиметров на 3,5 сантиметра. Сложим его пополам, пополам и еще раз пополам. Разрезаем до конца. Получим заготовки 2 сантиметра на 3,5 сантиметра. Вырезаем маленькие скругленные лепестки. Лепестков у меня много, потому что цветов будет много. Второй этап бумага светлого оттенка 9 на 10 сантиметров. Вырезаем острые треугольники. Ширина треугольника в нижней части примерно 2 сантиметра. От туалетной бумаги отрываем один листок и делим его на 4 части. Из этих частей скатываем 4 шарика. Один для каждого цветка. Теперь вкладываем шарик в треугольник. Ножку, длинную часть треугольника, плотно закрутим. И у нас получился стебелечек с шишечкой. Подготовим лепестки. Для одного цветка понадобится 5 штук. Немного растянем посередине и отогнем кончик. С помощью клеевого пистолета приклеим лепестки на место перехода шишечки в стебель. Клеим по кругу. Сделаем в стебель. Ну вот и все. Цветок готов. Сделайте таких 50 и будет классно. Я уже сделала. И теперь соединим цветы в соцветия. Для твердости использую флористическую проволоку, но подойдет и обычная. Экспериментируйте, собирайте соцветия так, как вам подсказывает фантазия. Степель оформлю зеленой бумагой. С этим прояснили. Теперь покажу цветы, сделанные иначе. Для цветка будем использовать бумагу трех цветов, вернее четырех. Желтая бумага, бумага кораллового цвета, салатовая бумага и бумага темно-зеленая. От рулона бумаги салатового цвета отмеряем и отрезаем 6 см. Полоску нарезаем по 2 см. Для одного цветка достаточно. Отрезанные полоски совмещаем, вставляем в картонку и начинаем нарезать мелкую бахрому. Соберем и немного скрутим. С помощью ножниц загибаем кончики в одну сторону. Первая деталь готова. Следом работаю с бумагой желтого цвета. От рулона отмеряю и отрезаю 20 см. Полотно свернув для удобства, разрезаю по 2 см. Я сразу отрежу 6 см, а затем разделю их на 3 равные части по 2 см. Нарезанные полоски с помощью картонки нарежу в мелкую бахрому. Немного скручу и загну кончики в одну сторону. Этого для одного цветка вполне хватит. Переходим к бумаге кораллового цвета. От рулона отмеряю 25 см. Отрезаю. Из полученного полотна по перфорации нарежем полоски по 5 см. Крайние будут немного меньше, но они тоже найдут применение. Первое полотно сложим для удобства и разрежем с обеих сторон не до конца. Оставляем непрорезанными по 5 мм. Нарезаем заборчик. Не нужно стремиться к ровности. Пусть лепестки различаются. Слегка подкрутим кончики и растянем каждый лепесток посередине. Заготовки для цветка готовы. Стеблем послужит проволока. Собирать цветок начнем с бумаги салатового цвета. На проволоку наносим клей и скручиваем середину цветка. По этому же принципу скручиваем и вторую полоску салатового цвета. Очередь полоски желтого цвета. Наносим клей и клеим на середину с загибом лепестков вовнутрь. Наносим клей и клеим так, чтобы лепестки смотрели кончиками вовнутрь. Клеим так два круга. На втором круге стараемся, чтобы лепестки попадали между лепестками предыдущего ряда. Затем отрезаем. Оставшуюся полоску клеим с вывертым в обратную сторону. Кончики должны смотреть от середины. Если одной ленты будет недостаточно, можно подрезать еще. И цветок готов. Если вы делаете композицию вместе со мной, цветов нужно сделать несколько. Предлагаю сделать чашелистик. Он может быть простой в виде кружочка, а можно сделать зеленые лепестки. От рулона темно-зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 3 см. Полученное полотно режем на 11 см. Две полоски и 3 см. Одну. Из 11 см полоски вырезаем заборчик с обеих сторон. Скручиваем и немного подкрутим лепесточки. Квадрат в 3 см превращаем в круг. В круге посередине делаем дырочку. И нанося клей, клеим к ножке цветка. В общем-то и так можно оставить. Но если очень хочется сделать попушистей, клеим острые лепесточки. Думаю, одной будет достаточно. Возвращаем на стол венок из веток и приступаем к сборке. В моем венке я буду использовать еще один цветок. Но в этом видео учить ему не буду. Ссылку на видео по розе оставлю в описании. Дополнительный пасхальный декор я сделала сама. Из картона и обрезков обоев. Фигурки можно сделать любыми. Или просто скачать их в интернете. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Всем крепкого здоровья! Всем удачи! Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.